Субтитры сделал DimaTorzok Но в данном случае, который я хочу вам показать, нам понадобится инструментум Короче, эссенции нужны Орда, фабрика и инструментум Как я уже сказал, сейчас нам понадобится инструментум У меня уже где-то завалялись остатки И вот они как раз-таки Так, 9 инструментума Мы их берем, сейчас мы кладем это все возле таун-восстановителя И сразу же выбираем предмет, который хотим починить Например, я хочу починить тот предмет, который нельзя починить с помощью обычной наковальни Кирка огня Довольно-таки неплохой экземплярчик Кладем в таун-восстановитель Видим то, что сейчас у этой кирки 529 разрушаемости То есть она сломана на 529 пердитьо И нам нужно этот самый пердитьо убрать Да, с помощью, конечно же, инструментума Так, в общем-то, баночку мы кладем куда-нибудь сюда Так, берем трубу для эссенции Берем клапан для эссенции Более-менее еще пригодится Для начала, конечно же, мы соединяем таун-восстановитель с клапаном Так как мы будем либо закрывать эти эссенции Либо открывать Сейчас я хочу просто соединить с клапаном, чтобы показать И что же мы видим? Сейчас тут 9 инструментума По моим подсчетам, с каждого инструментума Убирается по что-то там 8, по-моему, пердитьо Да, по 8 пердитьо То есть мы открываем клапан Здесь убирается инструментум Здесь у нас все восстанавливается И кирка понемножечку чинится Как вы понимаете, сейчас я вам мало что показал Потому что было всего лишь 9 инструментума Но, думаю, суть вы поняли Да, то есть кирка починилась примерно на... Ну, кстати, много она починилась, смотрите Прикольно Что у нас с кексиком? В прошлой серии, как вы помните, у нас появился кексик И кексик у нас... Ну, что с ним? Живет, растет По-моему, даже стал больше Да, он стал действительно больше Походу, у него появился какой-то друг курица Курятин Эй! Чувак, привет! Ты меня еще не узнаешь, да? Эх! Ну, ничего-ничего, скоро узнаешь Я надеюсь, то, что он через двойной забор Когда вырастет, не перелезет Иначе будет очень плохо Я не хочу, чтобы он перелезал Иначе мне потом снова его из воды придется вытаскивать Чем же мы займемся сегодня? Как вы помните Я две минуты назад говорил о инструментуме Господи, как вы помните Зачем я сказал эту фразу? В общем-то, мы сейчас что делаем? Мы сейчас берем огромное количество дерева Далее берем, создаем вот такие вот дубовые плиты Они тоже пригодятся И получаем, мы поняли, наверное, что Это столы Да, те самые столы, которые позволят мне создать тот самый магический верстак Дело в том, что в магическом верстаке есть инструментум И он как раз-таки мне пригодится для того, чтобы чинить наши предметы Я там восстановитель создал не просто так для балды Да, от балды, бла-бла-бла Я хочу им действительно пользоваться То есть мы сейчас берем стол Ставим его куда-нибудь, ну не знаю, вот сюда Далее кладем на него палочку И у нас получается тот самый магический верстак С тем самым инструментумом О! Да ладно! Да ладно! Серьезно! В простом столе тоже есть инструментум Так это вообще замечательно Все, никаких проблем Никакие магические верстаки нам не нужны Мы сейчас просто берем Подходим к той самой печке Кладем туда много вот этих столиков И радуемся жизни Фух! 20 получается инструментума Мы сейчас получим А, стоп! Ну да У меня небольшие проблемки, у меня нету топлива, так, ну надеюсь вот эти вот доски послужат хорошим топливом, единственное, что очень плохо, тут еще эрбор есть, целых три штуки, то есть у нас изредка будет заполняться все это эрбором, и давайте уберем какой-нибудь лишний аспект, пусть это будет, например, терра, да, терра мне нахрен не понадобится, перегонный куб ставим обратно, и все, у нас появляется тот самый инструментум, все, все, вот теперь я точно решил проблему с там восстановителем, в будущем я, конечно же, буду то же самое делать, просто буду создавать громадное количество этих столов, а это, как вы понимаете, всего лишь гребаные доски, которых у нас дохрена, и чинить кучу предметов, мне вот, например, вот эту алмазную кирку нужно починить, так, в общем-то, мне в комментариях писали о том, чтобы я сделал вот это вот проклятое лезвие духа на вампиризм, то есть зачаровал на вампиризм, и таким образом я буду восстанавливать себе те самые хпшки, которые трачу, но, как бы, есть одна маленькая проблемка, тут нету гребаного вампиризма, походу вы мне все-таки сносите, но немножечко наврали, хотя, может быть, вы просто не знали то, что можно зачаровать на вампиризм, поэтому извиняюсь за такие резкие слова, так, в общем-то, как обычно, ни одна серия у нас не обходится без изучений, как вы помните, еще две, по-моему, или три серии, я уж точно сам не помню, мы начали изучать такую штуку, как ихор, мы к нему готовимся, и для него нам понадобится изучить все-все-все-все-все, что есть вот во всех этих закладках, базовую информацию мы изучили полностью, там инженерию мы практически изучили тоже, и сейчас мы можем изучать, в принципе, големоведение, потому что с големами можно неплохо-таки поиграться, давайте посмотрим, ходячий сундук, мобильное хранилище, то есть, этот сундук, пойди, будет передвигаться, мне на это даже интересно посмотреть, создаем, и попытаемся сейчас изучить, надеюсь, то, что никаких проблем, мгм, итер, эрбар, ну да, в принципе, такие эссенсы у меня присутствуют, и, в общем-то, я сейчас изучу, а вы не забудьте то, что я нажму на паузу, да, увидимся через пип, раз, два, три, пип! Та-дам! У меня все вышло, только вот я потратил довольно-таки важные аспекты, как инструментум и еще оружие, хотя оружие очень редко используется, но все-таки, все-таки, окей, research completed, ходячий сундук, я хочу посмотреть, что же все-таки он делает, ага, деревянный голем, то есть, получается, деревянный голем будет просто таскать сундук, Ваши исследования в области големоведения привели вас к открытию ходячего сундука. Этот сундук будет радостно следовать за вами, дожидаясь загрузки предметов. Ходячий сундук может держать в себе много предметов, сундук не получает урона от падения и почти не получает от огня. Сундук может следовать за хозяином повсюду, даже через измерение. Опа-на! Улучшение голема! Сундук будет защищать хозяина, если его атакуют. Улучшение голема вода, сундук может быть открыт и снят только его хозяином. Также увеличивается защита ко всем видам урона При снятии сундук будет содержать в себе предметы, но предметы выпадут при отделении улучшений Воу, 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 я хочу это изучить Так, тут в принципе у меня все это есть, Итер, Мотус, Спиритус, Вакоус, вроде бы присутствуют, я конечно не особо уверен Ну что же, давайте посмотрим Ходячий сундук, значит понадобится железный слиток, две доски великого дерева Великое дерево это по-моему, я не помню какое это великое дерево Но в общем-то в любом случае у меня есть такие доски Так, далее железный слиток, 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 берем слиток Деревянный голем, я не помню как создается деревянный голем, но давайте посмотрим Нам понадобится 4 Спиритуса, 4 Мотуса и 4 Хьюмануса Где мы возьмем эти характеристики я хрен знает Но в общем-то я точно знаю где мы возьмем древесину великого дерева Конечно же из сундука Так, стоп, это ель, вот она Где мне получается взять Спиритус, Мотус и Хьюманус Мотус по-моему у нас есть вот в таких вот штуковинах Сейчас я создам, не помню как точно создается Да, вот видите, вот, все, Мотус у нас точно присутствует, 4 штуки Смотрим дальше Нам понадобится 4 Хьюмануса и 4 Спиритуса Хьюманус я вспомнил, у нас есть, по-моему, в плоти Да, здесь есть Хьюманус, все замечательно Берем снова 4 штуки И последнее, что нам пригодится, это Спиритус Спиритус, как вы помните, есть у нас в песке душ О боже ж ты мой, по-моему, у меня нет песка душ Господи, как же я ненавижу ходить в ад, это мега скучно И самое главное, в аду лагает, и шейдеры даже нельзя установить Окей, придется идти Кстати, тут почему-то все вылилось Потом как-нибудь решу И, в общем-то, я сейчас схожу за песком душ Вырубаю шейдеры И увидимся через пип Раз, два, три Пип! Ну, в общем-то, все Я добыл 20 песка душ Умер сразу же в лаве И возродился возле нашей кровати Итак, смотрим Далее нам пригодится что? В принципе, нам больше ничего не пригодится Сейчас нужно все это очистить А, и еще помимо этого нужно очистить весь тигель Это делается... Оооо, ничего себе Мне на самом деле сейчас повезло, что это все снова не разлилось Так, получается, берем ведро Сразу же быстренько все это наливаем Надеюсь, вода есть Вода есть, хорошо И вот я до сих пор не понял, как пользоваться этим полотером Порщи Или как эта хрень вообще называется То есть, я даже не знаю, как она называется Я пытался соединить это все с помощью труб Я добавлял эссенцию эйр Вроде он как бы очищает А вроде бы и нет Не понимаю Так, ладно, не об этом сейчас Сейчас ждем, пока это все дело закипит И готовимся Итак, нам понадобится... Что нам там понадобится? Древесина великого дерева Это точно я помню Далее понадобится 4 люка Далее нам пригодится немножечко Песочка, душ Это целых 4 штуки Ага И последнее это гнилая плоть Ну что же, все Я в принципе готов Раз Два Три Четыре Та-дам Деревянный голем готов Все идеально Так, все Осталось только же это все воссоздать так, как я хочу Так, ну в общем-то на этот раз я поставлю на паузу Снова, кстати, поставлю на паузу На этот раз зажипать не буду И я приду к вам уже тогда, когда у меня будут все вот эти вот эссенции То есть, вакоус Спиритус Мотус Итер О боже мой Ну ладно Раз Два Три Ну вот, собственно, и все Все эссенции у меня есть Я уже все разложил И осталось только лишь одно Нажать Так, стоять Почему это не работает Доски есть Железо есть Аааа Я забыл голодный сундук принести Окей, сейчас быстренько сбегаю Бегу, 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 бегу Ой, давай, давай, давай Все, все, все Прям не терпится Так, нажимаем палочкой И, о да Пошло, поехало Все, это у меня уже есть Так, мотус завербован Спиритус завербован Итер Тем более И осталось только лишь Вакоус Вакоус у нас откуда идет Вакоус А, Вакоус, по-моему, здесь, да Ага Было 20 штук Стало уже 4 Так, ну и все У нас уже практически все Засосалось Да, даже голем Фух Самое сложное позади Осталось только посмотреть Как это вообще все работает Так О, господи Ходящий сундук Здравствуйте Ты будешь ходить за мной или что 75 хп Он у нас Должен Вроде как ходить за мной О, боже, господи Ха, смотрите Реально он ходит за мной Как какой-то личный питомец Ха, прикольно Блин, реально круто Сундук будет стоять здесь Блин, крутецки Можно сделать так Чтобы он еще и стоял здесь А если я ему кину какую-нибудь вещь Он ее съест Эээ, это же голодный сундук, почему он её не ест? Странно Нет, серьёзно, голодный сундук, если ему кинуть какую-то вещь, он её ест А здесь почему-то не хочет Ну ладно, в принципе, в любом случае, это довольно крутой питомец, который вроде как даже поднимается И всегда следует за мной Вау Так, а теперь мы посмотрим что-нибудь другое Вау Нет, серьёзно, крутой сундук, почему я вообще раньше до него не догадался? Как там было сказано, он не наносит себе урон от падений То есть мы можем, по идее, даже вот так вот взлететь И он что, он за нами телепортируется или как? Нет, он останется там, он походу не может пробираться через дверь Ну и в общем-то, он также не получает урона от лавы Что очень круто Так, смотрим дальше Кирпичные големы Не-не-не-не-не Спасибо, но големы меня как-то не очень устраивают А, так это в принципе всё, да? Больше ничего интересного здесь нету Я сейчас хочу изучить всё самое интересное То есть я не хочу изучать каких-то там големов или же дополнения к ним Потому что дополнения тем более вообще незачем изучать Когда нету даже тех самых големов Так, и смотрим Изобретение У нас есть магическое ухо не изученное Которое, кстати, тоже не очень-таки изучение И вот рунный щит По поводу рунный щит Я не знаю, что это такое Но это, как вы видите, какое-то колечко Следовательно, это какая-то защита Ну раз щит Так, давайте попробуем изучить И раз, и два, и три Всё, записки исследования добавлены Супер Так, ну и что, посмотрим, как ты создаёшься И с чем тебе едят Стоп, где ты? Вот он Оооо Ооо Ничего себе Не Пять Пять аспектов Это очень редко Такое бывает реально очень редко Ну ладно, я в принципе Блин, я постараюсь это всё-таки изучить И перед тем, как я нажму на паузу Попрошу вас, пожалуйста, не забывайте ставить лайки Потому что благодаря вашим лайкам всё-таки появляется Мотивация сидеть во всех этих паузах Что-то изучать снимать серии конечно же и окей увидимся через не пик 1 2 3 и я черт возьми был прав это это действительно очень сложное изучение то есть я тут потратил даже пермутать все тот самый аспект который я почти никогда не трачу и окейшки research complete надеюсь то что рунный щит меня не разочарует и о боже ж ты мой о боже мой там крафт только расширяется усиление рунного щита господи господи я думал уже все ничего не будет появляться на нихрена подобного здесь все еще больше появляется всяких ненужных мне по крайней мере амулетов так ладно рунный щит ваше исследование защитной магии привелилась к рунному щиту это не совсем броня скорее бижутерия ну да понятно это дураку понятно что там колечко нарисовано рунный щит создается этими самыми амулетами щит имеет некоторый заряд урон что он может поглотить когда заряд падает до 0 носитель начинает получать полный урон заряд восстанавливается с помощью терра и эйра с помощью посохов и жезлов не защищает от воды голода и других опасностей из своей природы щит не может быть зачарован как обычно но вы уверены что скоро найдете решение и этой проблемы ну да я там уже нашел куча всего пана открывалась так далее наполнение у нас тут идет еще одно наполнение амулет рунного щита а то есть мы смотрите обычный амулет это тот самый амулет который мы нашли еще хрен знает когда стоп а как его посмотреть вот он а нет стоп у меня тут какой-то камень вис стоп 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 у меня был я точно помню вот он обычный амулет я его нашел еще 30 или 40 серий назад так вот для чего он нужен охренеть так рунный щит плюс 8 рунный щит плюс 5 и рунный щит плюс 10 это тут уже нужен обычный пояс но обычного пояса у меня по моему нету да то есть это нужно находить где-то в сундучках так вот для чего все это нужно охренеть нет я не знал серьезно так стоп 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 может быть у меня все таки есть обычный пояс не а нету так ну в любом случае у нас есть плюс 8 это у нас получается что забыл как называется обычный амулет да и для того чтобы это все создать нам понадобится довольно таки много всяких крутых вещей типа сингулярного амулета который как вы помните создается просто грязь детки сложный я даже сейчас как-то не хочу к нему приближаться а стоять а вот кстати как обычный пояс создается тут нужна кожа и золотой слиток не ну в принципе я это создавать не буду то есть я как бы и создам простой амулет там мне мне не нужен пояс мне достаточно амулета так значит зачарованная ткань у нас в принципе она а у меня же ниток нету получается у нас ее нету да хорошо у нас сто процентов есть чернильца с пером у нас сто процентов есть янтарь не торс создать без проблем и значит самое сложное к чему стоит приступить это сингулярный амулет да тот самый муму лет который прям 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 меня бесит серьезно я когда на него смотрю он он прям отвращение вызывает но придется создавать я конечно же все это буду создавать прямо сейчас в паузе и чтобы вас не бесить я сразу же запущу уже тогда когда у меня практически он будет ну что же увидимся через пип и раз и два и три собственно я уже готов к созданию сингулярного амулета сейчас как выйти вы видите я добываю орда и вот у меня есть 93 орда все замечательно мы сейчас подходим к магическому верстаку и просто без запарки создаем этот самый сингулярный амулет я уж сначала думал то что у меня не хватит орда но все нормально так слушайте а там по моему нужно все в правильном порядке до положить если это все-таки так то мне лень не получится нужно все в правильном порядке положить о боже мой неужели неужели нельзя было сделать так чтобы я мог положить все в любом порядке и так и Ветер, огонь, вода. Ветер, огонь, вода. Это получается, где ветер у нас? Вот он. Ветер, огонь, вода. Далее все это мы можем поменять вот так. Вот попробовать так. И, о, да, сингулярный амулет. Еееей, еееей. Все, у меня хватает. Тут даже нужно всего лишь 20 орда, а не 25. Потому что у меня, ну, как бы, хорошая палочка. У меня хороший таумостатический ранец, который уменьшает затрат виз. Ну и, в общем-то, многое другое. Также шлем открытия. Так, окей. Хо, настал тот самый час, когда у меня появился сингулярный амулет. И я не знаю, что им делать, пока у меня не появились другие ресурсы. О, господи Иисусе. Рунный щит. В общем, я пока что на него забью. Создавать я его буду уже, наверное, к следующей серии. Потому что сейчас у меня просто мозг кипит. Ну, серьезно. Слишком уж долго я пытался создать этот гребаный сингулярный амулет. Ну, то есть, не то чтобы даже долго, а знаете, нужно постоянно искать все эти ресурсы. А с моими сундуками это просто невозможно. Я бы когда-нибудь все-таки все это отсортировал нормально. А то я тут постоянно искал, где гребаный тростник, где тут эти гребаные булыжники. Хотя с булыжником, конечно, проблем не было. И еще мне пришлось искать орда. Орда, я вспомнил, находится в древесине серебряного дерева. И в итоге мозг я долго ломал. И все это ради, знаете чего? Все это ради какого-то гребаного сбалансированного кристалла. РАДИ ОДНОГО! О, и только лишь потом я смог создать сингулярный амулет. Фу, прям бесит, серьезно. Так, ладно. Сейчас постараюсь я изучить вот такую хреновину, как, не помню уже, костяной лук. Мне давно писали о том, чтобы я его изучил. Типа говорят, очень-очень крутой, все дела. Мне еще писали до того момента, как я, в общем-то, улетел на два месяца. И давайте так и быть проверим. Может быть, действительно лук крутой. Хотя, опять же, создавать я буду уже, скорее всего, к следующей серии. Так как, ну, наверное, тут все-таки создание очень-очень сложное. Ну и, в общем-то, увидимся уже через пип. Раз, два, три. Бэм! Так, это не пип. Ну ладно. Создание, как вы понимаете, очень легкое. И, в общем-то, костяной лук готов. Создается, я думаю, он все-таки просто. Ээээ, энтропийный кристалл. Значит, это нитка. И кость. Да, слушайте, у меня все это, в принципе, присутствует. Ну, то есть, даже несложно создается. Берем косточки. Слава богу, у меня они есть. И берем те самые оставшиеся три нитки. То есть, мне не хватит на то, чтобы создать себе, не помню, ткань. Но зато мне хватит, чтобы создать вот такой вот лук. И, по-моему, для того, чтобы стрелять с этого лука, нам понадобятся какие-то энергострелы. О, господи. Хотя, может быть, это просто улучшение для простых стрел. Так, значит, все это создается, как я понял, на магическом верстаке. Да, костяной лук готов. И мы пока что не можем им стрелять, потому что у нас нету стрел. Все, мы можем. Ого! Ой, да ладно! Он сам стреляет, смотрите! Я могу даже это, не нажимать. Он просто сам стреляет. Прикольно! Блин, реально круто! Стоять, стоять, стоять. И все, я, получается, вернул все свои стрелы. Да, лол, прикольно! И не так уже много потратил, вроде как этого самого, прочности. В общем, кстати говоря, о ходячем сундуке. Я его оставил здесь. В общем, я заканчиваю на данном серию. У нас, как вы видите, кексик уже практически вырос. А, нет, он вырос! Ничего себе! Так, ладно, пусть пока посидит здесь. На самом деле, я сейчас не собираюсь его приручать. Я все, все самое, знаете, такое сладенькое оставлю на следующую серию. В сегодняшней серии мне хватило уже этого ходячего сундука. Серьезно, так развеселил он меня. Ну, прикольный. Жалко, что не ловит вещи. Вот, и, в общем-то, опять же, спасибо огромное за просмотр. В следующей серии увидимся. Не забывайте ставить лайки, потому что благодаря вашим лайкам следующая серия может выйти намного быстрее. И если вы здесь правы, то вы можете подписаться на канал, поставить лайк, позвать друзей. А с вами был Ложка и Майнкрафт. Всем удачи. Всем пока. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok